всем привет в этом видео речь пойдет о лодочных моторах tahatsu 99 15 18 об их раздушке и той модернизации которую мы предлагаем сделать касается это моторов mercury которые производятся на заводе tahatsu мощностью 99 15 и а моторах nissan либо nissan marine 99 15 18 мотор 99 отличается от пятнашки настройками и этой маленькой деталькой кулачок газа у пятнашки этот кулачок имеет выступ который позволяет открывать дроссельную заслонку полностью она 99 заслонка как бы не до открывается то есть мы не догазовываем поэтому у нас немножко ограничена мощность на этом примере мотор 15 сил потому что 99 просто нету чтобы показать здесь стоит кулачок от пятнашки который открывает заслонку полностью и позволяет газовать полостью то есть дальше уже газовать некуда но на 99 это заслонка не до открывается и примерно вот так это выглядит что еще есть свободный ход заслонки тем самым ограничивается мощность и настройками зажигания в том числе чтобы раздушить эту модель до 15 сил есть для этого несколько способов выбирайте первое снять старый кулачок 99 и купить оригинальный японский кулачок от мотора tahatsu 15 второй способ поставить китайский кулачок например от лодочного мотора хайди 20 который является копией мотора tahatsu 15 но у него увеличен немного объем цилиндров за счет чего достигнута мощность 20 сил при этом эти кулачки прекрасно подходят на tahatsu если установить и все настроить то будет работать третий способ взять кулачок 99 рассверлить переместить отверстие и установить его так чтобы он работал с большим выступом таким образом получается вообще бесплатная раздушка не нужно менять эти кулачки это вполне реально из этого родного 99 кулачка переделать его так чтобы он полностью открывал заслонку четвертый способ это изготовить кулачок самостоятельно мы когда-то брали кулачки от 99 наплавляли здесь алюминий обрабатывали и делали больше выступ такой же как на моторе 15 сил сегодня мы изготавливаем свои кулачки причем более плавные если вы обратите внимание здесь такая ступенька которая многим не нравится и мы подумали а почему нельзя сделать этот кулачок плавным если мы даем газ у нас идет сначала опережение зажигания затем резкий газ из этой ступеньки так вот мы решили попробовать установить такой плавный кулачок и в принципе все получилось новые плавные кулачки мы ставили нашим клиентам которые просили раздушить мотор но также отправляли нашим подписчикам которые просили просто этот кулачок на замену этого ступенчатого вы можете зайти на руссвишинг и посмотреть отзывы от наших подписчиков которые уже приобрели этот кулачок мы там не сидим но вы можете зайти почитать подискутировать для свидетелей не раздушки мы вообще советуем ничего не делать мы никого не принуждаем купать эти кулачки менять их каждый сам решает стоит ли ему раздушивать или модернизировать свой мотор у многих возникнет логичный вопрос вот вы ставите модернизированные детали вносить изменения в конструкцию которой уже более 40 лет вы что считаете себя умнее японских инженеров отвечаем что мы не считаем себя умнее скорее всего немножко хитрее эти кулачки мы придумали не вчера и уже не один десяток кулачков мы установили на моторы наших клиентов которые отметили только положительные характеристики а также очень много деталей было отправлено в другие города и отзывы были исключительно положительные поэтому эти детали протестированы испытаны можно с уверенностью сказать что это работает заказали у дмитрия с уссурийска такую пластинку плавный газ работает все отлично рекомендую теперь газ плавный рывков этих нету все хорошо но было очень интересно задать вопрос в тахацу что они об этом думают и задать вопрос японцам мне помог евгений с канала ямаха петрозаводск однако вопрос был задан через третьих лиц поэтому текст письма он попросил не выкладывать но я могу его зачитать зачитывать я буду дословно как это было переведено с переводчика форма ступеньки предназначена для открытия дроссельной заслонки после опережения зажигания в соответствии с действующими в некоторых регионах нормами по выбросам как производитель подвесных двигателей мы можем рекомендовать только оригинальные детали тем не менее я согласен если бы форма была похожа на правую сторону на картинке увеличение оборотов и ощущение дроссельной заслонки были бы более плавными хороших выходных таким образом японцы с нами согласны что более плавный газ намного лучше а резкое открытие заслонки сделали они вынуждены из-за того что у некоторых регионов как они выразились имеется ограничение по экологическим выбросам поэтому мы считаем что это решение вполне заслуживает права на жизнь эти кулачки можно ставить как для раздушки так и просто для замены оригинальных ступенчатых кулачков раздушить мотор не сложно откручиваем 3 болтар крепления ручного стартера откручиваем механизм блокировки для запуска на передаче снимаем ручной стартер здесь откручиваем болтик который крепит хомутик удерживающий провод снимаем тягу на опережение затем откручиваем вот этот болтик на дроссельную заслонку и после этого двигаем пластину у нас появляется доступ к болтам которые необходимо открутить и снимаем кулачок на этом моторе нет необходимости снимать маховик и пластину опережение зажигания но на синих моторах старых которые были выпущены до 90 года скорее всего придется снять маховик и снимать пластину иначе заменить кулачок на месте скорее всего не получится прикручиваем новый кулачок собираемся в обратном порядке и все только обязательно нужно будет настроить открытие заслонки скорее всего настроить немного винт качества на карбюраторе а также если вы раздушиваетесь 9 9 до 15 необходимо настроить угол опережения зажигания на максимальном газу угол опережения зажигания составляет 25 градусов регулируется все при помощи этих винтов при помощи этих тяг есть инструкция все это можно сделать и 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